Всем привет! Давно я не снимала видео, вы уже начали писать комментарии из-за этого под некоторыми видео, что я совсем пропала. Да, давно меня не было, совершенно не хватало на это времени, но надеюсь, сейчас снова возобновлю, хотя бы редко, но показывать вам видео такие же интересные, как и раньше. Надеюсь, они для вас были интересными. И самое первое я хочу выложить, это, конечно же, светофор, потому что я в него сходила с большим удовольствием. Не могу сказать, что много всего там приобрела, но, вы знаете, цены все-таки вдохновляют по составу, ничего не могу сказать. Саженцы, если кто-то брал, обязательно пишите в комментариях, они вообще растут или нет, потому что в пакетах они стояли прям никакие. Не листочка, не веточки свежие, такое ощущение, что они полумертвые. Но выбор хороший, смородина, малина, и написано, что на коробках также, что она неприхотливая, цена более чем достойная. Саженцы где-нибудь на рынке стоят значительно дороже. Настил садовый из модуля 400 с лишним рублей, пластик. Не могу сказать, что я прям воодушевилась, чтобы купить за такую цену просто покрытие. По идее, если нужен садовый настил, то проще купить просто плитку, ее положить на песок. По крайней мере, она вечно прослужит, а тут неизвестно. Еще мне понравился такой вот цветочный догашок тройной. На картинке он выглядит очень заманчиво, и сейчас я смотрю, во многих магазинах появились подобные. Ну и веник давно не видела вообще в продаже. Он, конечно же, жиденький, какой-то непонятный. Его хочется сразу постричь, сделать поплотнее. И вообще он как-то просвечивает насквозь. Помню, какие раньше продавались веники, они были значительно лучше. Но насчет сезонного удобрения и вообще какого-либо удобрения. От болезней, от вредителей очень много всего. Я не знаю, как это все действует, ничего вам не могу сказать. А если девочки пользовались, думаю, обязательно поделятся в комментариях об этом под видео и что-то посоветуют. Но по идее продается везде одно и то же, просто упаковки разные и все. А цена, конечно, очень сильно разная. Вот такое вот удиверсальное давление. 300 мл, очень большой баллон. 4 колпачка разбавляется на 10 литров воды. Такие удобрения я люблю, потому что их также можно использовать для комнатных растений. Не все, а просто смотреть по составу. Также активатор для тачных туалетов и септиков. Вообще-то везде штука была дорогая, стоила 200 с лишним рублей. А ту всего лишь 32 или, мне кажется, или это марганцовка 50 рублей. Я так и не поняла. Также какой-то климат защищает погреб от плесни и грибка. Написано, что это серная дымовая шашка. Видимо, надо окурить в помещении, и за счет этого не будет ничего заводиться. Очень сомневаюсь, что такая вещь поможет, если все время сырость и появилась уже плесень. Еще такие вот заборчики продаются. По идее, они должны очень красиво смотреться. Но я вот обратила внимание, что на картинке выглядят они как бы одно качество. А по сути, вот так вот в руках держишь и понимаешь, что качество совершенно другое. Хвойное хозяйственное мыло. Я раньше брала просто хозяйственное мыло. Не хвойное, а какое-то брусничное. Оно очень хорошо на даче отстирывало постельное белье. Да и вообще любое я им стирала. Возможно, это по качеству точно такой же, как и в других магазинах. Тогда получится очень даже бюджетно. Потому что я брала подобную бутыль, только литра 300 или литр 500. Стоила она под 200 рублей. А тут очень даже бюджетно. Если оно густоватое, нормальное, то почему бы не взять? Ну и как всегда, для защиты на 30 дней от колорадского жука продается вот такое вот средство. Даже по-другому сказать не могу. Кстати, покупала я в обычном строительном магазине. Тут 47 рублей, а там стоило оно примерно 80. Разница в цене очень такая приличная. И вот этой фирме я доверяю, потому что беру постоянно какие-то удобрения. Защиту от насекомых, от болезней. Они действительно помогают. За 345 рублей гамак полотняный. Ну, у меня тут берет сомнение. Потому что за такую цену качество сильно большое прям не будет. Если для ребенка, возможно, он и выдержит. А если для взрослого человека, то, конечно же, вряд ли. Ручной садовый инструмент. Качество, конечно, оставляет желать лучшего. Это все полностью пластик. Наши раньше старые тяпки, которые были давным-давно металлические, они вечные. До сих пор у всех они есть. Но вот такая вот. Или ручка сломается, или какой-нибудь зубец отломится. 100%. Так что, если какие-то легкие работы брать, то можно вполне. А если прям колоссально так трудиться, то вряд ли она ценится целая. За 225 рублей металлическая полка. Вы знаете, очень даже мне понравилась. Она, конечно, хлипенькая. Но если на нее ставить что-то легкое, то вполне может для ванной подойти. Тем более, есть угловая, полукруглая. И они точно так же хорошо смотрятся. Но по ощущениям, вот угловая закругленная, она будет намного крепче. Также бак 45 литров за 450 рублей. Ну, по идее, из-за пластик это, конечно, дороговато. Но если сравнивать с другими магазинами, то цена чуть-чуть дешевле. 420, а не 450 даже. Ну и аппарат. Очень интересный, всем известный. Многим, я так сказала. Не буду его долго показывать, это мало ли забанит из-за этого. Очень мне нравятся вот такие вот контейнеры. Они стеклянные снизу и пластиковая крышка сверху. Все время хочу прикупить их, но меня смущает, что стекло. Я его очень быстро разобью, потому что пластиковые контейнеры я роняю часто. А вот стеклянные, его же один раз, ну, максимум два уронишь и все, он уже придет в негодность, потому что разобьется. Ну и цена за 198 рублей не сильно-то и бюджетная. Вот такой подобный контейнер за 106 рублей. У меня брала мама их много штук. Делает в них холодец каждый Новый год. И они стоят, с ними ничего не происходит. Но, правда, в микроволновке она в них ничего не греет, только наливает холодец горячий и все. Так что не могу сказать, что будет с ними после микроволновки. Ну и обращайте внимание, что некоторые товары бывают уже поврежденными и не нарвитесь на такое, не возьмите. Будет обидно, когда вы это обнаружите дома. Раздвижная вот такая сушилка у меня была на даче после Икеи или Глобусы, я точно не буду врать. Не раздвижная, а обычная. Мне очень сильно нравилось, когда моешь картошку, чистишь какие-нибудь овощи. Точнее, наоборот, чистишь картошку и моешь какие-нибудь овощи, в нее можно положить. Но она у меня подходила идеально под раковину. Вот эта раздвижная по пластику хуже, но возможно, что она будет проседать там, где крепление. Поэтому советовать, опять же, ее не могу. Кружка 380 мл или 360, ну, недорого сделана, некачественно. Швы такие грубенькие. Где-то есть какие-то, ну, не скволы, но неровности все равно присутствуют. А так милота, очень красиво смотрится. Если для дачи лета 2021, очень бюджетный и классный вариант. Набор детской посуды, конечно, всегда милота. Но надо смотреть, из чего состоит вообще посуда. И вот эта краска, конечно же, смущает. Ну, и насколько краска не будет стираться и попадать в желудок ребенка, это, конечно же, вопрос. Обязательно смотрите, кто сделал состав. И, конечно, идеально знать, из чего сделана еще и краска, и какая она. Но это вряд ли написано на упаковке. Заморозка. Это отдельная тема. Раньше, когда я брала грибы, шампиньоны замороженные, еще рыбу брали. Это было просто наивысшее качество, наисвежайшая рыба. А потом пошли жалобы. Причем вы мне в комментариях писали многие, что то рыба тухлая, то еще какая-то проблема. А в этот раз я брала стейк индейки. И вы знаете, это вообще не стейк, это одни сплошные какие-то кости с хрящами и минимум мяса. То есть, стейком там вообще не пахнет. Дешевле купить филе курицы, и оно действительно будет бюджетнее. Рыбу в этот раз я уже брать не стала, потому что с виду она мне уже показалась какой-то трухлявой, как будто бы она перемороженная, давно лежавшая. Я думаю, на экране вы это прекрасно можете разглядеть. Какая-то рыба написана была одно название, а по виду это вообще минтай. И больше никак. А цена, конечно же, завышена. Вывод вы понимаете сами. Всякие вкусняшки, конечно, продаются в огромном количестве. Это просто стеллажи, которые многоэтажные. Смотрится это все красиво, замечательно. Цена 39 рублей за такую большую банку йогурта. Это нормально. Эрми Гурт я как-то пила, брала его. Я не могу сказать, что он сильно натуральный. Прямо за 36 рублей это бюджетно, потому что в остальных магазинах дороже. Много жидкости, и прям вот наездся такой баночкой, кажется, что можно, а на самом деле нет. А вот этот Балтийский берег, по-моему, фирменный называется, в Маринаде, который идет, вот там прям действительно очень много всего. По граммам мне казалось даже больше. Цена чуть-чуть разная, но лучше выбрать вот тот, а не вот этот непонятный. Тем более он идет, по-моему, в масле, а в масле лучше морепродукты, конечно же, не есть. Ну и копченостей всяких там, конечно, много. Я пока это все не ем. Взяла только чуку. Она стоит 60 с лишним рублей. Маленькая баночка, но на вкус она прикольная. Мне очень сильно понравилась. И если кто-то ее любит, меня поймет, потому что в таком виде ее очень редко можно найти. Килограмм целый за 64 рубля квашеные капусты. По составу, к сожалению, я не посмотрела, есть там соль или это натуральная закваска, поэтому тоже советовать не могу. Я вам сегодня вообще ничего не советую, кроме прям каких-то определенных покупок. Ну и сладости в этом магазине просто уйма. Это вот бюджетные углеводы, бюджетные калории, которые мы потребляем просто килограммами. И тут невозможно остановиться, когда набираешь. Вот в этот магазин, когда я захожу, я стараюсь сладкое вот так вот просто вам снимать и больше никак к нему не подходить. И вам не советую, потому что составы прям чистые какие-то. Я вообще не нашла, кроме которой были конфеты, лимончики назывались. Они классные, там только сахар и все. А тут очень много примесей. Но на этом наш поход с вами светофор заканчивается. Я надеюсь, вам видео это понравилось, было интересно. Возможно, я видео вам говорила, что это фикс прайс, но нет, это светофор. Я уже привыкла снимать только про фикс прайс и, конечно же, могла ошибиться. Желаю вам всего самого наилучшего, ну и, конечно же, классных и выгодных покупок. Пока-пока!